Как считают математическое ожидание? Полезно держать в голове следующую такую полушутливую интерпретацию. Значит, представьте себе, что вместо уроков биологии вы по бане не сходите в казино. И в казино играете, ну и вот, проиграв в некоторое время, вы накопили информацию. Информация состоит в том, что пять раз вы выигрывали по одному рублю. Три раза вы проиграли сто. И, скажем, два раза вы выиграли по 200. Спрашиваете, вот вы ходили-ходили в нуждовую ходить. Сколько раз ходили? Десять раз играли. Заход. У вас побольшая история вместо биологии вы занимаетесь бизнесом. Кстати, смех смехом, а в лихие 90-е некоторые профессора, по теории вероятности, зарабатывали деньги, разъезжая по игорным домам Европы, так, что их даже туда перестали пускать. Вот я одного, знаю даже лично, такого специалиста, он сейчас уже такой убеленный сединный специалист, пути вероятности математической статистики, а в 90-е вот он, так сказать, используя свои познания, пытался поднять низкий, так сказать, отсутствующий бюджет ученого, значит, вот, ну вот представьте, вот вы, так сказать, замените с делом и спрашиваете, вот вы завтра собираетесь идти в казино. Какие у вас ожидания? Ну, вот хотя бы, чтобы сколько денег соблюдать? Значит, как прикинуть? Ну, ясно, что надо посчитать в среднем выигрыше, как вы, правда? Сколько в среднем вы выиграли, там, проиграли, а как посчитать в среднем? Ну, надо сложить. Взять, вот, вы 5 раз по рублю выигрывали, 3 раза проигрывали по сотне, значит, 2 раза по 200, и это все продолжалось 10 раз. Ну, можно даже посчитать, как бы ничего. Давайте это перебишем. Получается, 5 десятых на 1, плюс 3 десятых на минус 100, плюс 2 десятых на 200. Что же здесь такое 5 десятых? Если все, что вы знаете, это вот это, то получается, что ваше храждение имело по результатам 3 исхода. Кубль, минус 100 и 200. Причем, этот исход выступал в 5 случаях из 10, этот в 3 случаях из 10, а этот в 2 случаях из 10. Тогда спрашивается, а что же такое 5 десятых? Это, естественно, трептовать как что? Как вероятность выиграть рубль. Правда? Значит, получается, что ваш средний выигрыш, это вероятность выиграть рубль умножить на этот рубль. Плюс вероятность проиграть 100 рублей умножить на минус 100. И так далее. То есть, ваш ожидаемый, так сказать, на следующий раз выигрыш, это вот это число. И считается оно так. Значение выигрыша надо умножить на вероятность принятия этого значения. Вот, обобщая, где вводится математическое ожидание. Математическое ожидание, это просто сумма по всем жим значения на вероятность этого значения. Помню, прижитое, это вероятность омега-житое. Вот такое выражение объявляется, что это вот ожидаемое значение случайного значения. Какие у этого ожидаемые, значит, какие свойства математического ожидания? Ну, самое простое и понятное свойство так вот, что математическое ожидание суммы, это сумма математических ожиданий. В таком объявлении это совсем понятно. Потому что вот здесь, представляете, х омега-житое плюс у к омега-житое, да? И мы просто разобьем это всю другую слогами. Получилось, что это линейный. Ну, точно так же, это же совсем просто. Проверяется, что если вы на число умножили х, то это число можно вынести. То, что математическое ожидание линейное, как говорят, бывает и свойство, это поразительное важное свойство математического ожидания.